В эфире Мужского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах дня. Стартовала установка. В Благовещенске начались работы по возведению понтонного моста. В Благовещенске началась установка грузового понтонного моста через реку Амур. Работы стартовали 9 декабря. Временная переправа традиционно будет связывать российские и китайские берега в зимний период. Специалисты уже установили две баржи из пяти. С китайской же стороны уже возведены все пять. Как поясняют инженеры, там процесс проще, поскольку монтаж идет по течению. Между тем, перед вводом в эксплуатацию объект пройдет обследование транспортной комиссии. Дата, когда по наплавному мосту пройдет грузовой транспорт, пока не определена. Движение откроют, когда ледовое покрытие будет не меньше 20 сантиметров. Между тем, в прошлом году понтонный мост начал работать 10 декабря. В Благовещенске спортсменов-аквайсов наградили благодарственными письмами. Они стали инициаторами заплыва в честь празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В плавь участники эстафеты преодолели 555 километров. Благовещенск стал! Принял! Так, без правого держателя, слева! Браск, руль, баттерфля и другие стили плавания. Так, участники заплыва преодолели маршрут от Новороссийска до Севастополя в Плайв. Такой проект требовал тщательной подготовки, в частности, согласования с властями других регионов. Многие просто говорят, а для чего это? Это какой-то победобесие, даже такие слова слышал. Ну, это, конечно, нас не остановило. Еще больше нас так раздадорило, что надо идти вперед, двигаться. Команда из Благовещенска была самой многочисленной. Она насчитывала 11 пловцов от 18 до 65 лет. Несмотря на свой возраст, амурские спортсмены преодолели все трудности в заплыве. Перепады температур, волны и другое. В составе амурской команды были работники культуры, ведущие и титлованные спортсмены. Они поделились интересными событиями заплыва. И когда все началось, я знаете, что хочу сказать? Там была ценировка таких событий, которые проходили на малой земле. Я вот обратил внимание, сколько было мужиков здоровых, высоких, сильных. Просто все стояли просто со слезами. Это было так патриотично, это было так трогательно. Я просто сам не ожидал. Я просто сдерживал слезы. Всех спортсменов объединила одна цель – почтить память о великих защитниках Отечества. Такой проект стал возможен благодаря поддержке законодательного собрания области регионального министерства спорта и администрации Благовещенска. Я хотел бы акцентировать внимание, что молодцы именно, что организовали это мероприятие. Хорошо, что его рекламировали по всей России и по всему миру. Я так думаю, правильно было сказано. Почему? Потому что еще раз показали тот русский дух, тот патриотизм, который присущ нашему российскому народу. Всего в заплыве участия приняли более полусотни спортсменов из 17 регионов России. В планах у организаторов покорить воды Арктики, Сахалина и Севастополя. Руслан Козловский, Амурское областное телевидение. Руслан Козловский, Амурское область. Самый большой объект, который появится у нас в рамках «Газпрома», это объект появится у нас в городе Тында. Более 6500 квадратных метров. В него входит большой универсальный игровой зал. И что самое отрадное, это крытый каток с искусственным домом. Плановый срок сдачи в эксплуатацию данного объекта – это 2022 год. Строительство фоков производится благодаря поддержке «Газпрома». В этом году газовая компания выделила 100 миллионов рублей на реконструкцию строительства спортивных объектов в Амурской области. Из самых крупных ремонт был произведен в фоках Ивановки и Шимановске. Всего же в регионе идет возведение пяти спортивных объектов в Благовещенске, Тамбовке, Магдагачей и Тынде. Камазы, тракторы и экскаваторы. Около пяти единиц техники убирают лед в селе Чигири Благовещенского района. Напомним, 7 декабря там был введен режим ЧАЭС. Из-за выхода грунтовых вод, которые образовали ледяные глыбы. Подробнее об этом расскажет Руслан Козловский. 300 кубометров льда, это более 10 больших грузов, ежедневно вывозится с улиц Чигирей. Как говорят специалисты, окончание работ не предвидится. Грунтовые воды топят территорию постоянно. Зимой они превращаются в непроходимые глыбы льда. От этого страдают жители домов, которые расположены по улицам Центральная, Заречная, Высокая и Первомайская. Сейчас сверху вода поступает в септик, из септика выходит, выливается на улицу, получается, на дороге, образуется наледь. Постоянные ДТП случаются. Ну, то есть проблемы большие, которые требуют решений. По словам специалистов, выход воды связан с большим напором подземных ключей на территории села. Причем с понижением дневных температур объем грунтовых вод увеличивается. В январе этого года Центральные улицы также превратили в скоток. Дома ни тогда, ни сейчас не потопило. Потому что грунтовые воды сильно давят. Очень сильно. Вода прет и прет, как бы, не успеваем делать. Уже работаем тут изо дня в день, как бы, и, ну, как бы, не бессмысленно, но все равно воду отводим. Как сообщает администрация, в этом году к трем действующим ключам добавилось еще два. Вода увеличилась в несколько раз. С такой проблемой власти столкнулись впервые. Честно говоря, такого никогда не было. Потому что поток воды, такое чувство увеличится вдвое. Потому что весь канал, который здесь сейчас идет, строительство новой дороги, он просто уже переполнен. Районная администрация не в силах профинансировать решение данной проблемы. Поэтому за помощью будут обращаться к главе региона. Так как работы предстоят масштабные и дорогостоящие. Уже будем писать губернатору, ну, то есть, этот вопрос уже стоит везде на всех уровнях. С министром империи уже переговорили. Как бы, будем просить деньги. Сначала проектировать и отводить воду совместно, еще раз повторяю, с городом. Они тоже этим сейчас плотно занимаются. Режим ЧС, введенный в Чигиряк 7 декабря, продолжает действовать. Контроль над его соблюдением проводит прокуратура Амурской области. Предварительно установлено, что режим чрезвычайной ситуации введен по причине выхода грунтовых вод на поверхность земли. В ходе проверки прокуратура Благовещенского района даст оценку действиям администрации Чигиринского сельсовета, оценит достаточность и полноту принятых мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По результатам проверки, при наличии оснований прокуратура примет необходимые меры прокурорского реагирования. Руслан Козловский, Михаил Величкин, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. В мировой юстиции при Амуре началась техническая модернизация. Это сделает работу судебной системы более оперативной и удобной для граждан. Что именно изменится, рассказали на пресс-конференции представители судейского сообщества области. Около 240 тысяч дел в прошлом году рассмотрели мировые судьи Амурской области. Это больше половины объема работ всех судов региона. На каждого из 49 мировых судей в среднем пришлось 5000 дел. При этом значительная часть времени ушла на работу с документами. Хорошим подспорьем в решении данной проблемы, даже основным, наверное, должна стать именно грамотная и продуманная автоматизация работы деятельности, работы мировых судей, перепоручив, грубо говоря, машине решение чисто технических задач. Уменьшить нагрузку на специалистов, сделать работу судебной системы более оперативной и удобной для амурчан поможет новая программа технологического развития мировой юстиции. Составлена она при поддержке правительства региона. Мы для себя нарисовали условно-дорожную карту. Мы предполагаем так двигаться. Вначале развивать средства коммуникации, причем потому что это менее затратно с финансовой точки зрения. Дальше подключаем цифровые технологии. Ну и на третьем этапе уже это будет, конечно, строительство, доступ к центру и организацию в том здании, где сейчас функционируют мировые судьи. Помимо создания такой единой приемной, в Преамуре запустят интернет-портал мировых судей. По словам специалистов, он заменит существующие сайты со сложной структурой. Также по плану технологического развития мировой юстиции создадут специальное мобильное приложение «Единый колл-центр» и «Чат-бот». Последний, в свою очередь, будет автоматически отвечать на наиболее частые вопросы граждан. При этом, как отмечают представители правосудия, в их работе останутся и уже привычные для населения методы работы судов. То, что есть, то, что можно обратиться по почте, прийти лично, явиться лично в судебное заседание, задать вопросы, услышать эти вопросы от суда или от других сторон, естественно, это никуда не денется. Это просто дополнительно очень хорошее такое подспорье. Для того, чтобы судебный процесс проходил быстрее, формировать протоколы в судах планируют с помощью автоматического распознавания текста и речи. На приобретение первых 12 систем аудиопротоколирования из областного бюджета выделено 6 миллионов рублей. Осуществить все идеи программы технологического развития мировой юстиции в Преамуре планируют в ближайшие годы. При этом ее отдельные элементы уже внедряются в судебную практику. Наталья Ткачук, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. Почти 3000 амурчан с июля этого года зарегистрировались как самозанятые, получив при этом льготный налоговый режим и возможность кредитования по более низким ставкам. Больше всего граждан, которые перешли на такую форму работы в Благовещенске, Свободном, Белогорске. Потропнее об этом расскажет наш корреспондент. Зарегистрировать себя в качестве самозанятого стало возможным с 1 июля текущего года. Татьяна Максимова сделала это на второй день после введения нового режима. У горожанки в собственности две квартиры. Она получает доход со сдачи их в аренду. Большим преимуществом видит сниженную ставку при получении кредита или ипотеки. Ранее я подавала декларацию 3НДФЛ. Это буду делать за 2020 год, за часть года, за половину, за первую половину. И уплачивала налог по ставке 13% налог на доходы физических лиц. Поэтому я ждала, когда введут данный режим, потому что 4 значительно меньше, чем 13%. Я зарегистрировалась, но дополнительно я указала еще иные виды деятельности, по которым я могу также выступать как самозанятая. А бухгалтерские услуги, консультационные услуги, тренерство – то, что касается, относится к моей основной работе. Фотографы, кулинары и даже электрики. Оформить себя в качестве самозанятого может практически любой физическое лицо или предприниматель. Амурский центр «Мой бизнес» готов оказывать для них консультационную поддержку, а также бухгалтерскую, налоговую и юридическую помощь. Причем совершенно бесплатно. Есть для новичков и другие бонусы. Финансовая поддержка необходима каждому бизнесу, и здесь она будет разная. У нас уже работает продукт, у микрофинансовой организации. Это для самозанятых до 300 тысяч рублей на любые цели, связанные с развитием бизнеса. До двух лет под 1% годовых. То есть уже принимаем заявки от того, кто уже зарегистрировался и работает в этом режиме. Образовательные мероприятия для самозанятых из-за пандемии проводят в онлайн-формате. Это школа и азбука предпринимателя. Курсы, связанные с началом ведения управленческой деятельности. А еще до 15 декабря центр на добровольной основе сделает рекламную кампанию, а также поможет в продвижении соцсети. К слову, ежедневно на территории Амурской области в качестве самозанятых регистрируется около 20 человек. Для них есть плюсы и в налоговой сфере. Это простая и быстрая регистрация, совершенно бесплатная. Это отсутствие необходимости представлять налоговую отчетность. Это достаточно низкие ставки при уплате налога 4,6%. Это отсутствие необходимости приобретать контрольно-кассовую технику. И один из положительных моментов – это возможность уменьшить исчисленный налог на профессиональный доход на размер вычета в размере 10 тысяч рублей. Самозанятые платят только налог на профессиональный доход. Его необходимо погасить не позднее 25 числа каждого месяца. Анастасия Слесарева, Иван Щербинов, Амурское областное телевидение. Амурчане, открывшие свое дело до 15 декабря, смогут получить помощь в продвижении бизнеса. Поддержку предпринимателям окажет проект «Бизнес-ракета». Подключиться к участию в проекте можно на сайте amurbusiness28.rf. Поддержка будет доступна при регистрации в любом статусе, будь то ИП, ООО или в качестве самозанятых. Стартапу предлагают на выбор контекстную рекламу, размещение в СМИ, создание и все виды консультирования. В рамках проекта опытные наставники помогают тем, кто только начал свой бизнес-путь. Опытные предприниматели разъясняют начинающим обо всех нюансах ведения дела. Программа обучения продлится до конца декабря и завершится масштабной защитой бизнес-проектов. На этом выпуск завершен. На развитии событий читайте на нашем сайте. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Всего хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok